Так, продолжаем. Сейчас по-быстрому закончим. Значит, метод скоростного градиента. Значит, второй метод из методов прямого адаптивного управления, в чем его особенность, ну, кратко уже проговорили, что, в отличие от предыдущего, мы не занимаемся теперь оптимизацией функционала по ошибке, не используем никаких фильтров, а мы пытаемся оптимизировать производную функционалу. Очевидно, что если у вас производная по функционалу меньше нуля от времени, да, что самое важное, то есть, если у вас производная отрицательная, значит, что у вас значение функции падает. Вот, это как раз то, что нам нужно. То есть, с течением времени наш функционал будет уменьшаться. Это самое главное, что нам необходимо для того, чтобы прийти к некоторому минимуму. То есть, меньше минимуму он точно не уйдет, да, если он у нас глобальный, он у нас единственный и функция непрерывная, то он у нас будет, нас устраивает ситуация, когда у нас потока производная. То есть, в каждый момент времени у нас функционал будет все меньше, 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 меньше. Значит, это нас вполне устраивает. Мы предполагаем, что это позволит нам прийти к некоторому минимуму при вот сохранении этих условий. Вот. Ну, да, есть вот такая особенность у этого метода, что он чувствителен к шумам. То есть, когда у вас шумы появляются, у вас начинает скакать производная, и вот это вот движение между шагами, да, оно зашумляется, по сути, шумом, который вас туда-сюда бросает. Вот. Производная, она становится очень сильно зашумленной, уже не информативной. Вот. Поэтому, да, есть такая проблема, но есть алгоритмы огрубления, которые позволяют в целом эту проблему решить в некотором виде. Вот. Ну, собственно, процедура та же самая. То есть, выбирается функционал. Это квадрат ошибки. То есть, напоминаешь, в прошлый раз, в прошлой системе это был квадрат обобщенной ошибки, да, который у нас формулировался в виде эталонной модели. Вот. В данном случае здесь функционал просто напрямую берется ошибка. То есть, разница между желаемым значением и реальным значением. Вот. И, ну, мы в данном случае взяли вторую производную, да. Ну, опять же, здесь немножко магии. Мы сейчас про нее поговорим, почему именно вторая производная, а не первая. Значит, и берем квадрат. Вот эти ошибки, да, для того, чтобы получить алгоритм. Значит, можно просто, ну, опять же, как... Мне понятно, что мы просто проверяем, да, подставляем сюда все, что мы знаем про систему, то есть ее модель. И убеждаемся, что, опять-таки, у нас получается некоторый набор, ну, тут вот так. Набор, опять-таки, квадратов относительно коэффициентов нашего регулятора. Ну, мы, опять же, рассмотрим на примере той же самой задачи, которая у нас была, да, то есть кран, который поднимает массу, и регулирование с помощью ПИД-регулятора. Вот, то есть опять видим, что после подстановки вот такой вот, ну, то есть раскрытия вот этой ошибки, да, впечатления этих производных, подставляя все это, мы видим, опять-таки, что у нас получается некоторое выражение относительно квадратов, что говорит нам о том, что функция квадратичная, она имеет единственный минимум в окрестности вот этих вот реальных значений, вернее, в той точке, где они будут соответствовать реальным значениям. Вот, и что функция непрерывна. Вот, единственное отличие от предыдущего, да, что здесь очень высокая чувствительность к шумам. То есть нужно алгоритм огрублять. Огрубление идет вот за счет выбора, мы берем, по сути, просто знак этого градиента, да, то есть нас интересует, в какую сторону у нас мы должны двигаться, вот, а не конкретное значение. Потому что конкретное значение за счет шумов, когда будут такие шумы, да, они будут скакать туда-сюда, и вы можете вообще ускакать куда-то в другую, в другом направлении начать двигаться, если у вас шум немножко центрированный в другую сторону. Ну, вот с центрированным, с нецентрированным шумом, там, да, отдельная тема, как, то есть, на самом деле, огрубление позволяет вам избавиться от резких скачков, когда вы пришли к цели. Вот, а если у вас шум, в принципе, не центрированный, да, то есть есть вероятность того, что вы вообще будете двигаться в неправильном направлении. Поэтому этот алгоритм, он требует такого очень деликатного подхода, вот, вы всегда должны понимать, что, какие у него есть особенности, да, какие есть проблемы. Вот, может, поэтому он не так распространен, то есть он очень активно используется в научной литературе, особенно у нас есть питерская школа управления, в ЭТМО, это такой Фродков есть профессор, разработчик этого алгоритма, вот, они очень любят его применять на практике, строят разные прототипы, вот, ну, сказать, что где-то в реальном, в реальной системе, я вот ни разу не видел примеров, где бы это использовалось. Ну, вот, да, тут, как и в системах идентификационного типа, так и в системах прямого адаптивного управления есть всякие вот неприятности мелкие, интуитивно непонятные, вот, которые отталкивают людей применять их на практике. Вот, поэтому, ну, вот, на практике, конечно, системы чаще, если строить что-то сложное, то вот на базе системы идентификационного типа, где есть, используем модель, часто цифровой двойник, который какими-то метам конечных элементов моделирует, думаю, что у нас больше будет лекция, где я пытаюсь вам показать, как это выглядит. Вот, а в целом, как бы, самоуправление настроится, например, по методу просто оптимизации, то есть имея модель, вы можете путем экспериментов подобрать некоторые управляющие воздействия, которые будут оптимальным образом вводить систему на заданный уровень. Вот, ну, вот, тем не менее, вам, да, для общего развития нужно понимать, что есть такие алгоритмы, то есть общая идея оптимизации за счет уменьшения значения путем минимизации производной. Вот, ну, да, опять же, магия, да, почему вторая производная? Ну, потому что у вас объект второго порядка. То есть на самом деле ваша цель подобрать такую, такую здесь функцию, да, взять производную скорость такого порядка, чтобы как бы как червяк прокопаться, да, и достичь вот такого результата, чтобы в вашем функционале после раскрытия появились вот эти вот коэффициенты, вот они, да, k1, k2, k3. Вот, собственно, основная цель в этом состоит, поэтому второй порядок, да, если вы возьмете первый порядок, это будет просто x, и все, больше ничего. Вот, если вы возьмете второй порядок, вот, вы получите уже вот такое вот выражение, то есть, по сути, это уравнение модели объекта плюс закон управления. Вот, и из него уже можете посчитать коэффициенты, убедиться, что они у вас, функционал по вот этим коэффициентам настраиваем, он у вас квадратичный, то есть имеет единственный минимум, это является минимумом, он единственным, да, и функция сама по себе непрерывная. Вот, этого достаточно, чтобы дальше уже использовать метаградиентного спуска. Вот, а методикградиентного спуска мы просто используем тот же самый прием, что и везде, да, мы считаем, раскладываем производную на частные производные, то есть, градиент по нашей ошибке второго порядка, да, это просто два, получается, вторая, две производных вторых, да, потом производная модели объекта по управляющему воздействию, значит, у вас это просто будет опять-таки H1 на H2, да, и третье – это производная по настраиваемому коэффициенту, то есть, K1 у нас, он при текущем значении, да, K2 при прошлом значении, K3 при позапрошлом. Соответственно, для всех коэффициентов разница будет только в этом, то есть, какой вот здесь элемент вы будете брать. Вот, то есть алгоритм, с одной стороны, похож на предыдущий, вот, но единственное, что здесь, видите, уже не уравнение ошибки, то есть, не уравнение вот этого на выходе фильтра, да, где вы там некоторые талонные модели подставляли, а здесь просто вторая производная, то есть скорость, по сути, изменения функционала. Вот, ну и в целом, да, то же самое, то есть, есть стандартный закон управления, и вот к алгоритму прилагается вот три таких уравнения. Вот, метод скоростного градиента, на самом деле, еще проще алгоритм, чем у метода с обобщенной ошибкой. То есть, здесь вот, ну, так было чуть-чуть похитрее, да, то есть, тут чуть больше информации мы включали, вот, в частности, мы включали талонную модель, то есть, мы явно описывали, как должен себя объект вести. Вот, здесь даже этого нет. Здесь просто говорится о том, что наша скорость минимизации функционала должна быть максимальной. Вот, то есть, мы как можно быстрее должны прийти к значению вот этой вот ошибки. То есть, мы вот сформировали ошибку, да, как разницу между давлением желаемым и давлением реальным. Вот, и мы должны как можно быстрее прийти к нулевому отличию, да, между этой разницей. Вот, то есть, алгоритм, на самом деле, еще проще. Вот, ну, понятно, что, когда у вас нет талонной модели, вы уже никак не регулируете скорость. Ну, вернее, вы ее регулируете, но за счет вот этого коэффициента, да, что так менее очевидно. Вот, но как в лабораторной работе прошлого мы смотрели, да, то есть, то, в принципе, и здесь мы особо-то ничего не регулировали. Мы все, вернее, нет, мы здесь талонной модели все-таки задавали, да, то есть, она у нас в каком-то виде была, но за счет того, что у нас само, сами коэффициенты были еще не очень удачно настроены, так как объект не линейный, то мы и не сможем, в принципе, полностью соответствовать всегда талонной модели. То есть, у нас постоянно идет некоторая адаптация, некоторая перенастройка коэффициентов. Вот, поэтому в целом, да, талонная модель здесь, она несколько условна. Вот, но она нам нужна для того, чтобы извлекать необходимую информацию из поведения объекта. Вот, а вот в методе на базе скоростного градиента, здесь у нас, по сути, практически идентичная реализация, да, но единственное, что тоже, опять-таки, все три коэффициента, все параметры, которые у нас есть во всех системах, вот, то же самое вычисление ошибки. Единственное, что да, мы вот тут вычисляем напрямую значение функционала, как квадрат, вот, и его, то есть, производную, мы считаем уже как разницу между ними, да. То есть, кстати, да, где мы вот это вычисляем? Зачем он нам нужен? Ну, скорее всего, он нам незачем. Мы просто его сохраняем, да, чтобы показывать, как происходит минимизация, скорее для отладки. Вот, в целом у нас, да, есть уравнения, опять-таки, да, они еще проще, чем предыдущие. То есть, это значение ошибки, помноженное на давление, значение ошибки, помноженное на массовый расход. И просто значение ошибки. Вот, эти три коэффициента у нас настраиваются просто по методу градиентного спуска. Значит, да, для того, чтобы, значит, что это у нас? Это у нас, если у нас вообще нет никаких предыдущих значений, да, мы их берем просто как некоторые нули. То есть, мы стартуем с некоторых нулевых значений коэффициентов. Мы пока первоначально-медрадием мы вообще никак не управляем, да. А затем мы вот по мере накопления начинаем их оптимизировать, эти коэффициенты. Вот, и просто прибавляем к текущим значениям, прибавляем с некоторым коэффициентом, описывающим скорость оптимизации. Насколько быстро мы будем спускаться, вот здесь на графике, да, как быстро мы будем спускаться. По сути, за это отвечает у нас коэффициент гамма. И в него же мы одновременно включаем все коэффициенты нашей модели, которые нам необходимы для синтеза. Ну, в данном случае здесь был коэффициент h1 на h2, то есть отношение, да, мы его косвенно учитываем в этом коэффициенте. То есть, вот эти мы коэффициенты вообще выкидываем из алгоритма. Ну, потому что у нас уже есть некоторое число, которое мы настраиваем, да. Мы можем просто его для регулятора, ну, для некоторой универсальности нашего регулятора, вот этот коэффициент выбирать с учетом вот этого значения. Вот, поэтому в ваших лабораторных работах здесь у вас нет никакого h1 на h2, никаких коэффициентов, здесь просто есть коэффициент g, который вы выбираете экспериментально. Вы можете приблизительно оценивать то, каким он должен быть, то есть порядок его оценки сделать, либо просто подобрать, там, не знаю, 0.1, 1, 0.01, то есть понять, почувствовать, как система ваша работает, то есть какой масштаб, какая скорость к ей подходит. То есть это вот та ручка, за которую наладчик настраивает в вашей системе. Вот здесь, в принципе, то же самое, да, то есть тут тоже есть вот этот коэффициент g. Тут немножко другие уравнения, значит, здесь у нас sigma появляется, да, в том уравне даже sigma нет, есть просто ошибка. Вот, тем не менее, они решают оба, обе системы решают одну и ту же задачу, но немножко по-разному. Здесь мы задаем эталонную модель движения, то есть пытаемся как-то еще и качество переходного процесса формулировать. Вот, но при этом наш сам алгоритм получается намного сложнее. Да, то есть мы задали, как система себя будет вести, да. То есть здесь даже этого нет, здесь просто есть цель, как можно быстрее прийти к заданной точке. Вот, не знаю, является ли это достоинством или недостатком, то есть с одной стороны система стала проще, с другой стороны мы никак не регулируем качество процесса, то есть просто вот чем быстрее, тем лучше. Может быть, это и достаточно будет. Ну вот, там, если промоделировать, да, видно, что вот в некотором смысле даже чуть помягче она себя ведет, система, да, то есть у нас вот график этого функционала, который, скорость которого мы оптимизируем, да, она вот выведена на втором графике, вот видно, что она ведь постепенно-постепенно оптимизирует. То есть в первый момент времени у нас просто система еще пока не набрала нужной скорости, то есть коэффициенты еще не набрали нужного значения, поэтому она ведет себя как хочет, да. Но потом постепенно она начинает вот путем оптимизации приводить себя к некоторому заданному нулевому значению, да, 0 в данном случае означает, что вы пришли к цели. Вот, тоже одно из преимуществ, что здесь у вас цель, то есть это целевая функция Q, да, функционал, она полностью соответствует цели вашего управления, то есть той координате, к которой вы хотите систему привести. То есть видно, что как только она сюда пришла, да, она одновременно и сюда пришла. То есть на самом деле даже в данном случае мягче процессы выглядят, чем вот были системы прямого адаптивного управления, где мы пытались некоторую еще эталонную модель задать. Вот, ну понятно, что когда появится здесь шум, здесь все станет печально. Вот, и нужно будет дополнительно проводить некоторые дополнительные ухищрения, чтобы противодействовать этим шумам. Там либо фильтр ставить на входе и вносить дополнительную временную задержку, вот, либо добавлять огрубление, да, и надеяться, что оно вам поможет. Вот, ну вот так вот, например, коэффициенты меняются тоже так достаточно плавно, да, то есть он выходит в некоторое заданное значение. Вот, ну вот, в принципе, и все. То есть по методам прямого адаптивного управления, такая совершенно простая оперативная работа. Опять же, обращаю внимание, что вам будет достаточно легко их адаптировать к вашим курсовым проектам, потому что, по сути, здесь вам нужно просто подбирать, вам нужно подставить вот сюда в моделирование свою собственную модель объекта, и, по сути, все. После этого ваш алгоритм, ну, единственное, что вам останется, это настраивать вот эти коэффициенты, да, гамма. Ну, гейн, понятно, то есть диапазон управляющих воздействий, да, то есть настройки вашего коэффициента, коэффициента усиления при управляющем воздействии, вот, который определяет, по сути, диапазон рабочего, рабочий диапазон вашего исполнительного механизма, да, настраивать цель, то есть куда вы пойдете, параметры скорости работы вашего, вашего алгоритма оптимизации, да, ну, и дальше там шаг дискретизации, шаг моделирования, момент времени, конечно, начальный, вот, начальные условия, да, изменение параметров у вас, напоминаю, свои собственные диапазоны, вот, но в целом вы это делаете для каждой лабораторной работы, да, вот конкретно для метода скоростного градиента, метода вообще на ошибке у вас, по сути, меняется только вот этот speed, да, скорость настройки, вот, то есть, как бы здесь вам даже, на самом деле, ничего менять не надо, поэтому вот последняя лабораторная работа, как правило, парадоксальна, да, но, вернее, объяснимо, почему она у всех получается, потому что здесь уже все сделано, вам нужно только ее, ну, как бы, код адаптировать для ваших заданий, вот, чего не скажешь, например, про метод АКАР, АКАР с адаптацией, с интегральной адаптацией и АКАР с адентификацией, где вам нужно уже действительно что-то, какие-то умственные усилия прилагать, да, понимать, как трансформировать, потому что там в явном виде в алгоритме заложена модель вашего объекта, здесь этого нет, здесь она в неявном виде есть, вот через вот эти элементы, да, вот, но во всех ваших случаях, то есть, здесь такой алгоритм более широкого класса, он будет работать во всех случаях, которые у вас есть, ну, в силу того, что они имеют определенную структуру, ваши примеры объектов, вот, они, этот алгоритм, он подходит ко всем, единственное, что вам нужно, это вот выбирать вот эти коэффициенты, то есть, задавать коэффициент G, вот, ну, вот, вот с этим вы вот поупражняетесь дома, так, ну, наверное, по практической части это все, давайте еще раз напомню, да, что у нас входит в курсовой проект, сейчас, секунду, значит, у нас есть первая лабораторная работа, значит, где вы, где вы моделируете ваш объект и пытаетесь применить к нему пои-регулированию, здесь в целом, да, ну, и делайте здесь расчет управления по методу АКАР, без всяких интегральных адаптаций, значит, у вас была первая лабораторная работа, значит, плюс моделирование с пои-регулятором, да, значит, вторая лабораторная работа у вас, это система с интегральной адаптацией, вернее, система с управлением по методу АКАР и система с интегральной адаптацией, то есть метод АКАР, вы просто показываете, что у вас, как только, ну, грубо говоря, когда у вас коэффициент равен тому, который вы закладывали в модель и в алгоритм управления у вас, система должна приходить к некоторому заданному значению, как только вы отклоняетесь, да, она должна у вас дойти в сторону, это, по-моему, у вас идентификация уже, да. Это не метод АКАР. Так, а где у нас метод АКАР? Непонятно. Да, это у нас третья лабораторная работа была, сейчас, секунду. Значит, вторая у нас, да, просто АКАР. Здесь у нас в первом случае вот показано, да, что как только мы, произошел скачок в параметре системы, мы выскочили на некоторые, появление некоторой статической ошибки плюс некоторая колебательность, вот, и с интегральной компонентой синтез, где мы видим, что этот скачок, он приводит, да, к отклонению, но потом за счет интегральной компонента постепенно приближается к заданному значению. Вот, ну, да, на что обращать внимание? Всегда обращаем внимание на диапазон рабочего механизма, то есть, чтобы у вас не было выхода за пределы диапазона. Вот это важный момент, который вы должны в данном конкретном примере. Ну, и опять же, да, самое главное здесь не накосячить при синтезе, то есть, были ошибки, уже были вопросы, разбирались, что, например, у вас есть три элемента, значит, у вас есть закон управления, который основывается на модели, у вас есть сама модель объекта, которую вы моделируете, вот, и у вас, да, вот эти две компоненты, они всегда должны сходиться. Вот, есть у вас еще элемент символных вычислений, да, где вы пытаетесь рассчитать закон управления. Вот, то есть, не забывайте, что вот эти три компонента, они должны базироваться на одних и тех же уравнениях. Вот, если у вас здесь, например, g равно, там, не знаю, 10, то оно у вас должно быть 10 равно и в модели объекта, который вы используете при моделировании, да, вот здесь оно у вас должно быть равно 10, ну, не здесь, как бы, в данном случае у вас он передается вот сюда в PLC, да, в качестве гейна, оно у вас должно быть 10, да, у вас должно быть 10 оно и в законе управления, которое вы будете, например, по методу ACAR реализовывать. Сейчас, где оно у нас тут. То есть, когда вы сюда, например, прописываете некоторую функцию управления, у вас здесь тоже появляется некоторое g, да, оно тоже должно быть равно 10, ровно тому, что вы использовали в вашем, в вашей модели объекта, да, которую вы задаете через параметр регулятора, вот здесь gain. Где оно у нас? Вот у нас gain, да, это, по сути, вот этот g, который вы задаете в ваших системах. Вот, оно у вас должно соответствовать тому g, который вы используете здесь. Вот, и оно же должно быть тем же самым, если вы, например, не в общем виде решаете в методе ACAR. Где у вас тут? Здесь мы решали, да, здесь мы, например, g предполагали. Мы его просто приравняли к единице, да. Ну, как раз проблема была в том, да, вот коллег, которые спрашивали, что здесь было 30 стояло, да, за hard-cosure вот здесь в модели. 30, грубо говоря, здесь было написано, да, и про это забыли, пошли дальше, вот. Вот, а в реальности потом при моделировании здесь жи было, например, там, 10, да, вот это жи было 10. Вот, и возникали вопросы, почему не управляется. Оно не управляется, потому что, ну, по-разному. То есть модель у вас одна, да, синтезировали вы по-другому, а сюда еще, не дай бог, там третья. При переписывании ошиблись, подставили. Вот как раз в методе ACAR в лабораторках, две лабораторки, это вторая, третья. Основные проблемы часто бывают с этим. То есть вот эти вот нестыковки, здесь надо вот просто научиться их отлаживать. Ну, вот еще полезный инструмент, как это делать. Значит, у вас он применен в лабораторке, связанной с идентификацией. Так, это у нас прямое адаптивное управление. Значит, третья лабораторная работа, связанная с идентификацией. Значит, в ней тоже такой прием полезный. Сейчас она крутится. Значит, вы, когда переносите ваш аналитический закон из того места, где вы считали, в то место, где вы будете его реализовывать, значит, вы стараетесь переносить его максимально близко к тому, как он у вас был посчитан. То есть там в предыдущей лабораторке там был такой, как правильно назвать-то, не очень хорошая практика, где прям напрямую заменялась там переменная, да, заменялись на x1, x0. Вот, это не очень удобно, не очень удачно, потому что когда вы будете заменять вот в вашем выражении, я, к сожалению, закрыл его, но давайте еще раз откроем, в вашем выражении, где вы посчитали управление по методу Акар, и вы получаете выражение в некоторых физических переменных, да, вот таких, такого вида. Вот, ну вот в следующей лабораторе, где Акар, да, там вот вместо P здесь везде подставлено x1, x0. Там вместо P подставлено x0, вместо DM подставлено x1. Вот, это не очень удачно, потому что вы можете где-то ошибиться с индексом, да, вместо x1 поставить x0, и вообще будет полная каша. Вот, поэтому вот в третьей лабораторной работе у вас немножко по-другому сделано, там просто взято, скопировано вот это выражение, да, и здесь заменены только степени. Ну, потому что в питоне вот нет такого выражения для степеней, да, две звездочки. Вот, и там же нет, например, там синусов, косинусов. Вот, поэтому, да, здесь придется вот небольшое изменение сделать, да, там P, две звездочки, пятерка, да, заменить на вот matPol. Вот, а по крайней мере вы всегда видите, что у вас здесь здесь на давление, а не расход. Вот, но чтобы у вас все заработало, да, вам нужно предварительно объявить эти переменные, как раз присвоив им вот эти вот звездочастные x0 и x1. Вот это такая некоторая помощь при переносе. То есть часто бывают ошибки вот именно при переносе вот этого результата, а он будет сложнее выглядеть при переносе его отсюда вот сюда. Вот, но через это надо просто пройти, то есть отладиться. Вот, чисто теоретически там могут быть другие проблемы, но по крайней мере вы покажете, что вы все сделали аккуратно. Вот, ну и, соответственно, будет проще видно, что вы все правильно перенесли. Потому что когда у вас тут x0, x1, как бы сидеть там, разбираться, где у вас там правильно вы перенесли, неправильно, ну это просто невозможно. Вот, поэтому вот рекомендую вот таким подходом пользоваться, то есть использовать вот в этом выражении финальном, да, те переменные, которые у вас есть в выражении аналитическом при расчете. То есть я буду проверять логику расчета, то есть как вы строите программу расчета. Значит, я буду проверять описание расчета, то есть не так, что у вас тут magic, magic formula, да, которую вы подставили свое уравнение, получили ответ. Вот, вы должны еще расписать последовательность действий. Вот, ну примерно как это в третьей лабораторной сделано. Тут, ну я в общем закрыл ее, да, но там как бы подробно расписано, то есть какие модели, какие эталоны, элементы. Вы можете еще подробнее расписать по шагам прям. Вот, и третье, я буду смотреть, как вы переносите эти, как бы вот эти полученные алгоритмы, переносите их в вашу модель, насколько правильно вы это делаете. Вот, если там будут какие-то явные ошибки, то есть вы там вместо P там будете подставлять там DM, да, ну значит это плохо очень, да. Если я вижу, что все более-менее правильно, но вот здесь у вас что-то не получилось, и вы вроде попробовали, поэкспериментировали, там может быть не один график привели, да, с разными вариантами. Вот, вы видите, что у вас там вот пошевелили здесь, пошевелили там шаг, шаг работы вашего контроллера. Вот, не так и не сяк, у вас ничего не получается, ну, да, может быть, не исключено. Вот, поэтому вот вам важно показать, что вы не просто там тупо формулу подставили, и все, и как бы у вас ничего не получилось, и вы дальше пошли. Вот, вам нужно показать, что вы еще попытались поэкспериментировать, и все-таки попытались настроить как-то систему. Вот, ну, в том числе понять, что, может быть, это не так просто всегда. Вот, и сделать какие-то качественные выводы по итогам. Вот, и да, я призываю вас начинать как можно быстрее делать их, потому что, вот, особенно то, что касается второй и третьей лабораторной работы, там достаточно много придется делать. Вот, и чем раньше вы начнете, тем больше шансов, что вы успеете закончить. То есть, вам нужно в конечном итоге представить один общий вот этот Python-ноутбук, да, плюс отчет, сгенерированный на основе этого ноутбука. К нему просто прикладывается титульный лист. Все, это будет ваш отчет по курсовому проекту. Вот, ну, и дополнительно вы еще пересылаете второй файл, это сам вот этот питомовский ноутбук, чтобы я при необходимости мог его запустить, что-то там проверить, подкрутить, убедиться, что вы там, например, правильно все делаете. Ну, вот, собственно, все, наверное, все мои пожелания. Спасибо вам на подготовку курсового проекта. Вот, дальше у нас по курсовому проекту будут только консультации, то есть, если у вас есть какие-то вопросы, значит, мы их можем с вами обсуждать. Вот, но вы можете не привязываться к занятиям, вы можете в любое время писать мне в Telegram, там, по мере наличия свободного времени я вам буду отвечать. Наверное, так даже, наверное, будет лучше. Вот, а в оставшееся время мы будем просто рассматривать уже некоторые теоретические вопросы, которые будут у вас сходить ваш экзамен. Вот, ну, наверное, на сегодня все тогда. Сейчас у нас время, тем более, заканчивается, нас должно скоро отключить. Так что, будут вопросы, пишите, начинайте делать курсовой проект. Вот, и встретимся, наверное, через неделю, тоже вечером, тоже, наверное, во вторник вечером в 18.30. Все, давайте, тогда до следующей недели. Спасибо. До свидания. До свидания.